Чумный доктор против загадочника Всем привет, с вами Карл Саган и перед тем как я начну основную суть данного видео, хочу вам кое-что сказать лично от себя в этом видео. Помните я 24 февраля в 2021 году выпускал у себя на канале вот такое видео? Так вот, я за это видео сейчас хочу извиниться перед многими людьми, а также перед самими Бабл Комикс, которых мое мнение в данном видео оскорбило. В общем простите меня все, я тогда был не прав, фильм Майор Громчумный доктор действительно неплохое кино, так же как и короткометражка 2017 года. Я реально извиняюсь перед вами за то что так ненавидел их и негативно отзывался о них даже толком сам не решившись посмотреть их, просто я тогда был в дичайшей ярости. Ведь защитники Сарика Андреасяна мне нравились куда больше ибо я люблю настоящих супергероев с настоящими сверхспособностями и я больше хотел увидеть продолжение защитников. Плюс я даже ужасно завидовал Бабл Комикс с их комиксами которые они сами сейчас хотят экранизировать создав свою кино вселенную. И меня тогда жутко бесило что какие то левые люди любят какого то там парня в кепке и куртке а настоящих супергероев со сверхспособностями нет. Учитывая так же и то что я вообще не слышал никогда ни про каких там бабл и вообще не знал про них. И для меня это какая то левая студия которую я не знаю и знать не знал никогда. Плюс я так же ненавидел его как ответ тем годам которые ненавидели защитников типа Вы все дерьмоиды ненавидите защитников которые мне нравятся, а я за это ненавижу ваших молниеносного генерала китайско-вирусного врача которого вы так обожаете. Я даже хэштег специальный придумывал чтобы отговорить всех ходить на фильм про майора грома но увы у меня с этим ничего не получилось. Я даже в душе оскорблял этих левых людей обзывая их дерьмоедами. Но сейчас я посмотрев фильм майор гром чумный доктор осознал что я тогда был неправ. И пусть фильм майор гром чумный доктор не тянет на уровень супергеройского фильма, но детективная история с расследованием преступлений супер преступника и шикарный злодей чумный доктор действительно получились неплохими. К тому же в фильме показывают почти что отражение нашей реальной жизни и того как треклятые капиталисты без стыда и совести наживаются на трудягах уходят от наказания и подкупают всех судей с полицией. Ведь в реальной жизни при капитализме все примерно то же самое. По этой причине я также ненавижу капиталистов и больше верен социализму с коммунизмом. А злодей чумный доктор и вовсе даже показался мне не злодеем, а скорее антигероем который по сути был социалистом, который хоть и был богатым, но при этом пытался помогать всем людям. А не наживался за их счет и действовал со своими злодеяниями не потому что он просто злой или хочет отомстить кому-то, а потому что он вершит правосудие как и он сам считает. Совсем как и загадочник в новом Бэтмене. К слову именно поэтому я тогда над зеней решил написать статью чтобы сравнить этих двух злодеев так как они мне показались почти что похожими. Хотя я всегда был твердо уверен в своем предыдущем мнении и был уверен на все 100% что я никогда его не поменяю. Однако один из моих друзей все же уговорил меня поменять мое мнение и все же глянуть этот фильм а после чего во мне проснулась совесть и я решил извиниться перед всеми вами за это видео. Однако само видео я пока убирать не буду ибо я также сомневаюсь насчет других комиксов Баббл Комикс с их возможными экранизациями а также я по прежнему не поменяю никогда своего мнения к защитникам даже после просмотра фильма Майор Громчумный Доктор. Что-то я уже затянул видео. Ну теперь давайте приступим к тому зачем вы все сюда пришли. Сегодня мы столкнем в этой битве двух одинаковых по мотивациям и поведению злодеев из двух фильмов Майор Громчумный Доктор и Бэтмен 2022 года и сравним кто из них лучший злодей. Не будем тянуть тут и там а за шляпу давайте начинать. Перемен требуют в наших сердцах. Перемен мы ждем впереди. Становление злодеем. Обычно этот пункт условен если мы сравниваем два три или четыре фильма в одной целой франшизе ибо там могут быть абсолютно разные злодеи по мотивации и характеру. Однако тут все иначе ибо тут мы сравниваем двух одинаковых по поведению и мотивации злодеев из разных вселенных. А становление злодеем это тот момент в становлении каждого злодея когда он решает встать на путь зла. Начнем по порядку с Чумного Доктора. По сути это можно сказать Доктор Джекилл который не может контролировать себя и позволил таки мистеру Хайду взять вверх над своим телом. А началось с его детской травмы когда он решился помочь бездомной собаке против трех хулиганов а уж справился он с ними на раз два или они сами его избили чем и вызвали у него ту саму травму после чего его оставили в покое вместе с собакой к сожалению нам не дают узнать. Плюс возможно у него в детстве был близкий друг по имени Олег который пропадает без вести. После его сошедшей с ума еще в детстве мозг воссоздал его друга живым и невредимым и будущий злодей жил с ним даже не понимая что на деле это была его вторая личность в его же собственном теле которого видел и слышал только он сам в то время как другие люди видели и слышали только его одного. Хотя он даже не знал что настоящий Олег жив и находится за границей. Плюс когда будущий чумный доктор вырос и стал богатым он в отличие от капиталистов не наживался на трудягах ибо он сам был беден когда-то и прекрасно осознавал боль других бедных людей. По этой причине он и стал злодеем когда узнал что другие капиталисты в отличие от него бесстыдно живут и тупо наживаются на трудягах оставляя все богатство себе о бедных и несчастных людей поливая дерьмом. А что там у нас с загадочником? По сути все то же самое но все куда сложнее. Если чумный доктор страдал раздвоением личности то загадочник был абсолютно нормальным человеком который прекрасно осознавал на что он идет и ничуть не жалел об этом. По сути у него почти та же самая история. Он жил и рос в бедной семье которую возможно еще убили ибо богатые люди вроде тех же Уэйнов наплевали на бедных людей в городе и нифига не помогали им даже не пытались очистить город от преступности. В результате и сам загадочник стал преступником но более умным и хитрым. Он примерно так же ненавидит капиталистов и прочих богатых людей в том числе и самого Бэтмена учитывая и то что он знает его тайную личность. Ну и так кому же мне отдать бал из этих двоих? Знаете что? Я пожалуй отдам бал загадочнику. Почему? Потому что чумный доктор страдал раздвоением личности и если первая его личность которая была социалистом и пыталась помочь людям пыталась быть добрым и честным человеком ибо злодеяниями занималась другая его личность. То бишь он стал злодеем не по своей воле то загадочник уже другое дело. Он сам стал злодеем по своей же воле прекрасно осознавая это и ничуть не жалея об этом. Мотивация Мотивация злодеев самое главное что делает их продуманными и более или менее живыми чтобы мы могли сопереживать ну или наоборот ненавидеть их. Что именно движет ими чтобы быть такими злодеями? По сути то у них у обоих одна и та же мотивация. Оба злодея как бы вершат правосудие как они сами считают, не грабят банки и не пытаются захватить мир и отомстить кому-то. Они в основном охотятся на капиталистов и прочих богатых людей которым наплевать на бедных и бездомных людей а также их не волнует преступность в городе чтобы пытаться бороться с нею. То есть по сути у обоих одна и та же мотивация. Казалось бы, что можно либо дать каждому по балу или просто разделить бал напополам. Но я еще долго подумал и решил все таки отдать бал чумному доктору. Почему? А потому что он по сути сам решил просто так охотиться на капиталистов и наказывать их убивая. Потому что те подкупили суда и полицию чтобы их не наказывали. В этом плане он вершит настоящее правосудие которое радикально и жестоко наказывает даже семьи этих капиталистов. В то время как загадочник напротив скорее всего делает все это из-за мести. То есть он тупо мстит богатым людям за то что те не обращали внимания на него и его семью и даже не пытались помочь ему оставив его вариться в своих мышлениях. Но вот он в итоге и сварился став новым супер преступником. Но все же месть это мотивация слишком заезженная и клишированная. Поэтому прости загадочник но тут ты пролетаешь. А счет в это время сравнялся. Вот я был с тобой всегда всю твою жизнь. Хитрость. Хитрость это одна из важных деталей злодеев. Но здесь мы не будем разбирать притворство ибо оба злодеев не притворялись ни разу. Мы разберем как хитро они действовали чтобы оставаться крутыми и неуловимыми супер злодеями что даже полиция до сих пор не может их найти и поймать. Хитрость делает любого злодея более серьезным противником для главных героев. А уж если он прекрасно этим пользуется значит этот злодей вышел хорошим в переносном смысле этого слова. Что у нас с загадочником? Он незаметно проникает в чужие дома богатых людей и в машины и либо сразу убивает богатых людей после чего оставляет на месте преступления свое оружие в качестве улики и загадку. Либо он оставляет его пока что живым но минирует его бомбы и угрожает сразу взорвать ее если богат честно во всем не сознается всем людям либо если его кто-то попытается спасти и обезвредить бомбу. Плюс у него имеется канал на ютубе где он иногда проводит стримы для своих верных поклонников с угрозами капиталистам. И к сожалению в эту хитрость поверить никак не получается. Посудите сами, загадочник злодей который жестоко убивает людей и ведет какие-то трансляции для психически больных и неадекватных людей которые верят ему. Администраторы интернета которые создали интернет уже как давно и сто раз зная об этом должны были сразу удалить его канал со всеми его видео и прервать ему какую-то там трансляцию например. Учитывая и то что событие фильма происходит в 2021 году. А вот чумный доктор смог обойти это показав свою хитрость на полную. Он по сути в обычной жизни создал новую социальную сеть под названием в месте которую ни один профессиональный хакер никак не сможет взломать и удалить оттуда что-то или скачать и выложить куда-то что-то личное. Именно через эту сеть он также создал свой второй аккаунт под личностью чумного доктора и выкладывал туда свои видео с тем как он выслеживает капиталистов и убивает их. И никто из создателей интернета не может его никак взломать и удалить его аккаунт со всеми его видео и прервать ему какую-то трансляцию ибо он все это делает через сеть в месте которую он же сам и создал. А значит он сам решает что выложить туда а что удалить. В этом плане он куда хитрее и умнее. Кроме того, его план был продуман наперед. Когда Грома посадили в тюрьму все думали что именно Игорь это чумный доктор. И когда Сергей Разумовский взрывает полицейский участок то все бы подумали что чумный доктор умер хотя по факту это не так. Чума, лови бал. Вот я был с тобой всегда всю твою жизнь. Оружие и костюм. Поскольку наши злодеи оба супер злодые значит не стоит отрицать что они будут носить костюмы и маски чтобы скрыть свои личности. Но помимо костюма у них также должны быть и орудия которыми они будут злодействовать. Ну или все же антигеройствовать. У чумного доктора по сути костюм был создан за его же счет из кевларовой брони а также были сделаны огнеметы и пробирки для огнеметов которые еще могут сами взрываться как бомбы. Маска в свою очередь не только может скрывать лицо но и возможно может выполнять роль противогаза с запасом впертого кислорода чтобы носитель не умер например находясь в дыму при пожаре. А учитывая что его костюм не сгораемый и он не чувствует в нем ожогов то он постарался сильно над своим костюмом чтобы сделать его даже пуле непробиваемым. Он прям как настоящий бэтмен если бы тот был злодеем а не героем. Хотя возможно он как немезис. Белый бэтмен без ушек который творит только зло. А вот загадочник так как он из бедной семьи к сожалению похвастаться своим костюмом и оружием не может. Да он скрывает свое лицо хоть под какой-то маской хоть он потом сам лично сдался и показал свое лицо всей полиции по своей же воле. Но если описывать его костюм то это просто куртка военного и какие-то тряпки которые даже от пуль никак не защитят его если вдруг самый умный и хитрый полицейский все же выследит его. А среди оружия он имеет только штатив для снятия ковров скотч видеокамеру и снайперскую винтовку. Это все чем он к сожалению может похвастаться и вооружиться. С этим оружием ты к сожалению далеко не уйдешь. Плюс все это оружие если ты конечно хорошо натренированный можно легко выбить с его рук. А тот же скотч даже если он обмотает тебя ты также можешь легко разорвать и просто вырваться из него ибо скотч не настолько твердый чтобы даже руки держать скованными словно наручники. Поэтому прости загадочник но ты в этом раунде проиграл. Влияние на историю героя Еще одна очень важная вещь которая характеризует наших злодеев. Ведь конфликты с главным героем это их первостепенная задача. Как чумный доктор пересекался с майором громом и был связан с ним так и загадочник иногда был тесно связан с бэтменом и чаще всего оставлял свои загадки именно ему. И нет мы не будем разбирать кто обошелся со своим героем злее всех а как он изменил его. Можно сказать помог ему поменяться в характере или в мышлениях. Ведь по сути злодеи показаны и не как злодеи вовсе а скорее как антигерои которые вроде бы имеют добрые намерения но при этом выполняют их радикально идя по пути зла. Что у нас там с чумным доктором? По сути он почти никак не повлиял на майора грома и не изменил его никак. Да когда майор зашел к нему расспросить про чумного доктора он конечно временно вырубил его и подставил надев свой костюм на него и оставив на крыше тем самым выдав самого грома за чумного доктора. Но это почти никак не отразилось на нем самом и даже не заставило его изменить свое мышление о чумном докторе или хотя бы понять что на деле он вершит правосудие как и он сам. Поэтому чумный доктор к сожалению в этом раунде проигрывает. А вот загадочник все таки смог утереть чумному доктору его клюв на маске тем как он повлиял на Бэтмена. Он по сути не пытался убить Бэтмена а просто пытался показать ему что он на деле человек честный и что он как и сам Бэтмен тоже вершит правосудие хоть и радикально и вдобавок он даже показал Бэтмену что многие люди не то что боятся его некоторые даже просто ненавидят его и чуть ли не подражают ему пытаясь убить его. То есть загадочник как бы поменял Бэтмена из худшей стороны в лучшую заставив его одуматься что он сам творит пытаясь сделать свой город Готэм лучше но на деле сделав все только хуже. Ну разумеется не без помощи одного из фанатов загадочника. Я возмездие. После этого Бэтмен наконец одумывается и понимает что возможно его методы которыми он пытается бороться с преступностью не делают мир лучше а наоборот только хуже. К тому же это также и мораль верующих о том что одно насилие может порадить другое. Поэтому я вручаю балл загадочнику за то что он изменил Бэтмена в лучшую сторону. Да ты действительно не настолько умён. Наверное я тебя переоценил. Что ты сделал? Поражение. В этом пункте мы рассмотрим как именно наши злодеи проиграли главным героем ну или хотя бы просто сдались им сами. Начнём также по порядку с чумного доктора. И уж простите ну тут всё выглядит тупо. Вроде бы сначала злодей ухмыляется и заявляет грому что он для полиции является чумным доктором а значит по сути герой на самом деле проиграл. А когда внезапно блогерша показывает свой телефон с записью видео и сообщение голосом самого чумного доктора она хвастается что так полиция им поверит то не ему. И внезапно чумный доктор на этом моменте тупо сдаётся. И уж простите. Но это тупо. Тем более события происходят в 2021 году. У всех есть интернет многие люди увидев что-то в интернете вообще в это никогда и никак не верят и считают всё это за фельдшивку фотошоп и монтаж. Серьёзно. Уж лучше быть умный доктор лишь просто усмехнулся бы на это и просто сказал бы. Вам никто не поверит. Все увидев эту запись и аудиозапись подумают что это на самом деле монтаж чтобы подставить меня. А услышав мой голос подумают что вы просто взяли некоторые мои обычные слова и переставили некоторые буквы составив те слова которые я на самом деле никогда бы не сказал как это делают в пупах. Так что вы этим ничего и никому не докажите. Но нет. Он даже до этого не допёр и не усмехнулся дабы принизить самооценку главным героям и их надежду на оправдание майора грома. Вы же обычно снимаете всё так чтобы всегда только главный герой побеждал а не злодей. Да авторы кинокомиксов. С загадочником всё как ни странно но куда получше. Он сам под конец когда он всё выполнил по своему плану добровольно и по собственной воле сдался полиции и те забрали его в психушку Аркхем. Плюс там он во время допроса Бэтмена даже раскрывает ему что он знает тайную личность Бэтмена. Что говорит о том что он в любой момент если конечно сам захочет может выдать всем людям о том что он знает кто такой Бэтмен. И тем самым усложнить жизнь Брюсу превратив его жизнь в ад. Ведь не только весь мир но и преступники будут знать его личность и все разом целой армией возможно нападут на его особняк и убьют самого Брюса чтобы он под маской Бэтмена больше не мешал им. Плюс Бэтмен под конец всё же догадывается до истинного коварного плана загадочника о том чтобы затопить весь город и убить нового мэра Готема чтобы его справедливость восторжествовала. И пускай Бэтмен в итоге сорвал его план у загадочника в психушке появился новый друг в лице Джокера вместе с которым они возможно объединятся и вернутся в продолжении чтобы отомстить Бэтмену. Но до этого надо ещё подождать. Харизма. Это одна из самых главных чёрт для каждого злодея и его характера. Ведь насколько крута харизма злодея настолько мы готовы проникнуться этим злодеем. Чумный доктор как ни странно но обладает какой никакой харизмой даже скрывая своё лицо под маской. Он продолжает ухмыляться даже когда его опускают и угрожают ему что тот проиграл. Может как спокойно говорить и вспыльчиво орать а учитывая его раздвоение личности ты и вовсе не ожидаешь кто на данный момент контролирует его тело и чего ещё можно от него ожидать. С харизмой наш докторишка справляется на отлично. Загадочник как ни странно тоже обладает какой никакой харизмой да ещё даже лучше чем у чумного доктора. Он то грозно смотрит на свою жертву то весело обращается к ним через экран телефона словно он понимает что это всё для развлечения и слегка переигрывает что только на руку ему и несколько не делает его хуже. Он даже может как вспыльчиво от безысходности орать так и ухмыляться тупизне полиции и самого Бэтмена. Ты прям не знаешь чего можно от него ожидать. Он даже продолжает держать улыбку и спокойствие на лице когда его сильно опускают или унижают а также когда его окружают и арестовывают. Он может даже как и сам Джокер пошутить даже если он за это отхватит кулака по лицу. И это несмотря на то что он носит очки а очкастых не бьют. Да блин он даже не боится угроз и запугиваний от Бэтмена и сам готов припугнуть его или унизить выставив его за дурака каким он его собственно и видел на ровне с другими капиталистами которых он убивал. Что ты сделал? Я ничего тебе не скажу догадайся сам. Как ни странно но у обоих злодеев харизма вышла потрясающей. Поэтому думаю я отдам каждому по балу в этой битве. Ты вдохновил меня. Ты просто чертов псих. Союзники. Ну а в финальном раунде думаю стоит учесть приспешников наших злодеев благо они у них все же были. Ведь какими бы сильными и хитрыми они не были без союзников им не обойтись. Союзники у наших злодеев все же есть. Это их подписчики и поклонники которые верны им и хотят делать то же самое что и их кумир. Но тут все не так просто. У загадочника если так подумать мало подписчиков и верных людей которые стали надевать костюм как у него и совершать те же самые злодеяния что и он сам как я заметил в финале фильма об этмене. А вот у чумного доктора этих фанатов целая тьма тьмущая. Их настолько много скопилось что даже целая армия позавидует. И каждый из них также носит маску чумного доктора и также мстит богатым людям и высказывает им что те нагло срут им в лица пока они страдают на улицах и голодают от недостатка денег в отличие от тех богатых мразей. Поэтому как ни странно но за количество таких больных поклонников бал уходит чумному доктору. Вот я был с тобой всегда всю твою жизнь. По итогам выше всего сказанного лучшим злодеем становится чумный доктор. Хотя лично мне больше нравится загадочник. К тому же фильм об этмене я посмотрел раньше чем майора грома. Ну да ладно, битва есть битва так что все по честному. Ну а на этом все. Напишите мне в комментариях смотрели ли вы фильмы про майора грома и бэтмена и какой из злодеев лично вам больше нравится. Ставьте пальцы вверх и если вдруг увидите психа в цветастом костюме и маске то не бойтесь и не обращайте на него внимания. Это вовсе не злодей который хочет отомстить кому-то. Просто парень решил стать настоящим супергероем в реальной жизни и хочет творить добро на улицах вашего города. Всем спасибо, всем пока.